Завершился детско-юношеский фестиваль театрального искусства «Шаг на сцену». В этом году свои умения показали школа-студия «Атмосфера», актерская школа «Волна», театр-студия «Маска» и многие другие представители сценического мастерства. Организатор и ведущий Максим Баталенко с честью выдержал этот творческий марафон, который проходил уже 12-й раз. Занимаемся мы не тем, что производим новых звезд, которые потом со сцены будут всех удивлять. Мы занимаемся тем, что даем детям возможность развиваться и творчески раскрываться. Вот это наша задача. Открывали фестиваль ребята из театра-студии «Маска». Они подготовили монолог на стихотворение Иммонта Зиедониса «Самый большой корабль». Посмотри, как он разрезает. Море режет он пополам. И лучше всего держать его в бане. Тогда по утрам приятно чистить зубы и прополаскивать рот. Неверно было бы думать, что корабли лишь по морю плывут. На мероприятии звучали не только строки, написанные известными авторами. На суд зрителей была представлена постановка «Хельда» по сценарию художественного руководителя школы-студии «Атмосфера» Александры Диордицы. Была очень большая работа по донесению до наших юных актеров сути этого спектакля. И вот, наконец, мы готовы впервые представить его зрителям. Веронике Киселевой 14 лет. Она занимается в «Атмосфере» всего полгода, но уже мечтает стать актрисой и сниматься в кино. Пока она в самом начале своего пути. Когда ее коллектив показывал отрывок из спектакля «Хельда», Вероника выполняла работу светооператора. Мне наша группа очень нравится. Не зря у нас название «Атмосфера», потому что у нас, правда, вот когда приходишь на занятия, прям атмосферно все добрые, общительные. Мы шутим, но в то же время не забываем про работу. Усердно работаем над каждым номером. Ох, Катюша, на кого же я тебя оставлю, если дед твой помрет? Деда, не говори так, слышишь? Ах, шучу, солнце, а я шучу. Каждое выступление театральных коллективов было встречено бурными аплодисментами и поддержкой зрительного зала. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.